Дорогие друзья, наитеплейший привет из морозного снежного Таллина. И сегодня тема эфира посвящена перевернутому классу, а именно мы поговорим о том, какое влияние оказывает перевернутый класс на обучение или на процесс учения наших учащихся. Сегодня я вам расскажу об исследовании, связанной с перевернутым классом. Группы ученых исследовали опыт, описанный в публикациях, связанный с перевернутым классом, о том, как перевернутый класс влияет на достижения учащихся и на их успеваемость. Все исследования показывают положительную динамику в изменении успеваемости учащихся. И данная группа исследователей задумалась, почему так случается, из-за чего такой эффект, из-за чего у учащихся меняются учебные результаты в лучшую сторону. Что они сделали? Взяли три разных курса. Курс ИКТ, курс математический и курс гуманитарный, связанный с гуманитарными науками. Внутри каждого курса была группа экспериментальная и группа контрольная. Экспериментальная контрольная, экспериментальная контрольная. Для экспериментальной группы применялся перевернутый класс, контрольной группой работали так, как обычно. И учебный курс, который они изучали, он был для всех абсолютно одинаковый. И цели, и учебные результаты, которые они должны были достигнуть, они были одинаковые. И ученые поставили три исследовательских вопроса. Я, друзья, здесь в рамках нашего эфира озвучу только два вопроса. Первый вопрос. Их, конечно же, интересовало. Они хотели убедиться на собственном опыте, способствуют ли использованию перевернутого класса улучшению результатов обучения у учащихся. И работали они с восьмого по восьмом классе они делали. Это, по-моему, в двенадцатом классе делали. Вот, друзья, еще не помню, со школы они экспериментировали. Точно было в школе исследование проведено. И также их интересовало, если да, если действительно успеваемость учащихся повышается, то как она меняется в группах с различной успеваемостью? Они, ребята, для себя еще дифференцировали на три группы. Те, у кого невысокая успеваемость, те, у кого средняя успеваемость, и тех, у кого высокая успеваемость. И они хотели посмотреть, как меняется успеваемость внутри отдельно взятой группы еще, там, где проводился перевернутый класс. И второй исследовательский вопрос, который они для себя ставили, это способствует ли использованию модели перевернутый класс повышению удовлетворенности учащихся учебным процессом в целом? Они хотели знать, как ощущают себя ученики, насколько они довольны именно процессом обучения. Итак, что они сделали? Как они организовывали курс? Как я уже сказала, одни и те же цели, одна и та же частота и продолжительность занятий. Изучали один и тот же курс, но только у «Экспериментальный акцент на перевернутом классе», а у «Контрольной» это очная работа была, исключительно очная работа. Также они использовали в обучении одни и те же подходы, и в основном они использовали метод проектов, проектное обучение или проблемное обучение. И также очень много было групповой работы. Вот, что, кстати, меня тоже, ну не то чтобы удивило, но мне понравилось, что они обозначили этот факт, что и там, и там использовались вот такие одинаковые подходы к организации работы учеников. Также они использовали идентичные методы оценки учащихся. Они проводили один и тот же письменный тест, за который ученики потом получали отметки. Он был одинаковый и в контрольной, и в экспериментальной группе. До того, как использовать перевернутый класс или работать не в перевернутом классе, они провели диагностический тест и для себя, для себя распределили учеников на, внутри каждой группы на три таких кластера. Как я уже сказала, невысокая успеваемость, средняя успеваемость и высокая, высокая успеваемость. Так, и использовали также тесты для того, чтобы измерять удовлетворение. И вот теперь смотрите, друзья, самое интересное, рассказала коротко об исследовании. Теперь самое интересное, это результаты. Какие результаты, друзья, они получили? В результаты оказались следующие. У экспериментальной группы, то есть там, где проводился перевернутый класс. Результаты итогового теста, за который учащиеся получали отметки, они были значительно выше. Значительно выше. И на что обратили исследователи свое внимание, это то, что, когда они стали проверять результаты теста вот внутри кластеров, то есть внутри групп учащихся, которых они распределили по успеваемости, то оказалось, что наибольший рост сделали ученики, которые попали в кластер, ученики с низкой успеваемостью. То есть их рост за время работы в перевернутом классе оказался более значимым, чем или значительным. Да, вырос, скажем так, вырос больше по сравнению с той группой учеников, у которых успеваемость была высокая. То есть именно ученики с низкой результата показали высокий рост, хороший рост, друзья, не могу сформулировать, все, это вечер, это вечер, видимо, относительно себя. То есть они сделали очень большой прогресс, именно эти ученики. Так, а ученики с высокими, с высокими показателями, они, их рост был по сравнению с этими учениками, их вырост, их вырост, да, их вырост не рост, их вырост был чуть меньше. Но если брать их результат, и результат также учеников с другой группы, где не было перевернутого класса, но где был тот же кластер учеников с высокой успеваемостью, вот их результаты были гораздо выше, чем у учеников с высокой успеваемостью и с другой группы, где перевернутый класс не использовался. И второй, второй ответ на второй, второй ответ на второй исследовательский вопрос. У всех учащихся, которые работали в перевернутом классе, у всех групп повысилось чувство удовлетворенности. И особенно повысилось, как вы думаете, у кого? У учащихся с низкой успеваемостью. Те, которые диагностически, по первому диагностическому тесту, были определены в группу, как ученики с низкой успеваемостью. Вот их удовлетворенность от процесса обучения выросла в разы. И объяснили ученые это тем, что у учащихся с низкой учебной успеваемостью, у них появилась возможность более активно участвовать в совместной практической деятельности, получать больше поддержки, обратной связи от учителя и от своих одноклассников. И выводы сделали ученые следующие в этой статье. Первое. Они сказали, что перевернутый класс точно стоит использовать, особенно в тех классах, в тех школах или в тех группах, где у учащихся есть трудности в обучении. Особенно с такими учащимися перевернутый класс хорошо заходит. Он им помогает. И также они сделали вывод, что перевернутый класс не только способствует улучшению результатов обучения, но также способствует тому, что они начинают, ученики, приобретать больше уверенности в себе. Так как они в перевернутом классе из-за того, что у них есть возможность индивидуально работать с определенными учебными материалами, просматривать, прослушивать, ставить на паузу столько раз, сколько им нужно. Так как у них есть возможность проверять себя, у них есть возможность обращаться за помощью, они становятся более активными в учебном процессе, они получают больше удовлетворения, они видят результат своей деятельности, они на себе ощущают поддержку и приобретают уверенность. Они становятся более уверены в своих силах. И вот для меня был, ну не то чтобы сюрприз, но такое приятное-приятное удивление, что в этом исследовании они заметили положительное влияние перевернутого класса именно на учеников с низкой учебной успеваемостью. Почему мне это так приятно? Потому что когда речь заходит о перевернутом классе, то выдвигается аргумент о том, что он подходит только для мотивированных учеников, только для тех, кто хочет учиться, а для учеников, я не знаю, слабых, немотивированных, незаинтересованных в этом учебном предмете он не подходит. И вот это исследование говорит нам совершенно об обратном, друзья, совершенно об обратном. Именно этим ученикам перевернутый класс невероятно помогает и рождает в них уверенность в своих силах. И этот опыт они потом могут перенести и с вашего предмета на какой-то другой учебный предмет. Меня это порадовало, что это теперь научно подтверждено, этот факт. Так, в первом классе перевернутый класс возможен? Возможен. Возможен первый класс. В первом классе перевернутый класс. Просто надо точно понимать, с какой целью мы это делаем и какую работу предварительные ученики будут проделывать. Но самое важное и самое, как я говорю всегда, сложное в перевернутом классе, какую проблему, над какой задачей они будут работать тогда, когда они придут к вам в класс. Эта деятельность должна быть настолько интересной, нести настолько хороший вызов ученикам, чтобы они в класс просто бежали, потому что там их ждет что-то интересное. Именно это дает тебе ощущение того, что ты вовлечен в деятельность какую-то по собственной воле. И вот, друзья, чем объяснили ученые в этой статье, в этом исследовании вот такое позитивное влияние перевернутого класса? Объяснили, друзья, они это тем, что в перевернутом классе ученик чувствует, что он справится. Он чувствует, что есть помощь, есть поддержка разного рода. Как я говорила, это и учитель, и одноклассники, и какие-то цифровые учебные материалы. И у него есть чувство, что он с этой задачей справится. Также он ощущает, что действует здесь, вот как я сказала раньше, по собственной воле. У него есть искренний интерес, он хочет сам узнать, сам исследовать. У него очень много возможностей на уроке общаться, говорить. Он очень много говорит на уроке. Это сразу дает ученикам чувство удовлетворения, потому что никто не хочет быть пассивным наблюдателем в учебном процессе. Никто, никому это не нравится. Они хотят тоже быть активными участниками. И они чувствуют, что являются частью команды, что они не одни, не заброшены, не оставлены, что им помогут. И вот эти три ощущения, три компонента, которые создают у учеников такие ощущения, дает перевернутый класс. И оказалось, что именно в этом и есть его, каким словом назвать? Ну, его влияние. Хотела выбрать какое-то другое очарование, секрет, волшебство. Но в этом и есть его влияние. Вот оно именно поэтому так и влияет. Потому что ученики чувствуют свою ответственность, видят то, что они могут влиять на свой собственный учебный процесс. Это нравится всем. Это нам всем нравится ощущать, что мы действуем, исходя из своих интересов. Я надеюсь, друзья, что вот узнав теперь вот такую информацию, вы точно попробуете перевернутый класс. Вы точно попробуете, друзья, перевернутый класс. Все, друзья, буду заканчивать. Всех тех, кто заинтересовался перевернутым классом, жду на курс. И до встречи. Пока.